Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Нина Сайке. Президент Республики Арт Сахарай Крутзням провел онлайн-встречу с Луисом Марино Акампо, первым главным прокурором Международного уголовного суда и профессором всемирно известных Гарвардского и Ерсейского университета. В ходе встречи Омкампо представил результаты своего правового исследования блокады Арт Сахарай Крутзням в группе должностных лиц под руководством президента Арт Сахарай. Президент выразил свою признательность выдающемуся международному эксперту за безвозмездное проведение исследования блокады Арт Сахарай и предоставление правовой оценки ситуации. Луис Марино Акампо подчеркнул, что результаты исследований и анализа предельно ясны. Азербайджан совершает геноцид в отношении местного армянского народа Арт Сахар, и международное сообщество обязано принять срочные и эффективные меры для предотвращения его дальнейшего развития. Прокурор-основатель Международного уголовного суда Луис Марино Акампо опубликовал свое заключение в ответ на письмо президента Арт Сахарай Крутзняна. Бывший прокурор в своем докладе констатирует, что блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана является геноцидом против этнических армян Нагорного Карабаха. Без немедленных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена в течение нескольких недель, сказал Акампо в докладе, добавив, что голод как метод уничтожения людей был проигнорирован всем международным сообществом, когда он был использован в отношении армян в 1915 году. Луис Марино Акампо также заявляет, что существует разумное основание полагать, что в 2022 году в отношении армян, проживающих в Нагорном Карабахе, совершается геноцид. Международный суд ООН по запросу Армению уже проанализировал блокаду Латчинского коридора. Суд сосредоточился на государственной ответственности за предполагаемые нарушения Международной конвенции об искоренении всех форм расовой дискриминации, а не на индивидуальной уголовной ответственности за свершение геноцида. Есть разумные основания полагать, что у президента Алиева есть геноцидальные намерения. Он сознательно и добровольно заблокировал Латчинский коридор даже после того, как был уведомен о последствиях своих действий посредством предварительного решения Международного суда ООН, отмечается в докладе. Для предотвращения окончательного уничтожения армян Нагорного Карабаха Акам посчитает важным прекращение блокады в течение одной или двух недель, а также разрешение территориальных споров до мая 2025 года, так как в этот момент Азербайджан может запросить при остановлении миссии российских миротворцев. Сегодня в Шорское отделение Аскеранского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что около 10-50 с азербайджанских позиций на административной территории села Сарксашен Мартунинского района из разных видов стрелкового оружия стреляли по гражданским лицам, работающим на пшеничном поле общины Сарушен Аскеранского района. Пострадавших нет. Выстрелами повреждены стекла передних двух дверей автомобиля Ford Transit, которым управлял АГ, заняты на сельскохозяйственных работах. Сельскохозяйственные работы были прекращены. Сообщение было передано российскому миротворческому контингенту. При посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста сегодня 10 пациентов вместе с сопровождающими были переведены в специализированные медицинские центры Республики Армения. Они проходят плавного гемодиализ, но из отсутствия лекарств и средств медицинского назначения не могут получить необходимую медицинскую помощь и находятся под угрозой смерти. В течение дня в Арцах на тех же транспортных средствах вернутся 9 пациентов вместе с сопровождающими, которые были отправлены в Армению для лечения по госзаказу, сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах. За минувшие сутки российский миротворческий контингент зафиксировал нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Пострадавших в результате инцидента нет. В связи с инцидентом командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской странами проводит расследование, говорится в сообщении. Уже 15-й день, как около двух десятков грузовиков, находятся в приграничной зоне Корнедзора. Сегодня туда прибыл еще один грузовик. По части грузовиков нет никакого движения, заявил председатель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Арцахе Вардан Саркисян. Только что к нашей колонии присоединился еще один грузовик с гуманитарным грузом. Это инициатива ряда французских городов и регионов в знак солидарности и поддержки народа Арцаха, который вот уже около восьми месяцев находится в блокаде, отметил Саркисян. Вчера государственный министр озвучил тему усиления контроля на мясном рынке. Продажа мяса запрещена без наличия необходимых документов. Позже ответственные за сельскохозяйственную сферу представили основания для этого решения. Сообщалось о случаях африканской чумы. Выход ситуации из-под контроля может привести к непредсказуемым последствиям. Основная цель ужесточения – не допустить распространение вируса. Две вспышки африканской чумы свиней выявлены в Аскеранском районе. Организованы профилактические мероприятия. Сейчас ситуация стабильная, говорит представитель миссии сельхоза. Начальник управления животноводства и ветеринарий Министерства сельского хозяйства заверяет, что африканская чума свиней не опасна для человека. Чтобы остановить распространение эпидемий через других животных, уничтожение животных проводят бескровным способом. Похоронено 50 голов свиней. Безопасность любого мяса, реализуемого на рынке, должна быть подтвердена справкой ветеринарного врача, который в соответствии с действующим порядком выдается после предубойного и послеубойного осмотра. Чтобы убедиться в безопасности мяса, гражданин может запросить эту справку, а продавец обязан его предоставить. Министерство сельского хозяйства призывает тех, кто занимается свиноводством в случае появления симптома в эпидемии, немедленно обратиться к ветеринару, обслуживающему общину, чтобы избежать дальнейшего усугубления ситуации. Это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч.